Один из основных символов Севастополя – морские ворота города. Мы сейчас находимся у парадного входа Севастополь со стороны моря на Графской пристани. Строительство этого величественного архитектурного исторического памятника в том виде, каком он известен сейчас, начали в 1837 году. Множество значимых событий в жизни города происходило именно на этом причале. Сюда после Сеновской победы в 1853 году прибыл адмирал Павел Степанович Нахимов. В ноябре 1905 года с этой пристани отбыл на крейсер Очаков мятежный лейтенант Петр Петрович Шмидт, чтобы принять командование восставшими кораблями флота. Отсюда в 1920 году отправились в эмиграцию войска Белой армии. Графская пристань прошла тяжелые испытания и, конечно же, здесь была война. Субтитры создавал DimaTorzok Серьезные повреждения одному из главных монументов Севастополя были нанесены в годы Великой Отечественной войны. Эта фотография сделана в 1944 году 2 мая. На ней военный корреспондент Евгений Халдей запечатлел советских солдат во время уличных боев. Фотография отчетливо передает, насколько сильно пострадал архитектурный памятник. Белоснежные колонны усеяны словно оспой небольшими воронками. Верхняя часть памятника в дырах от пуль. Чудом уцелели мраморные женские фигуры. Графская пристань помнит и радостный день 9 мая 1944 года, когда над колоннадой вновь водрузили военный морской флаг Советского Союза. Мэри Бадунс, Виталий Козловский, Севан Формера. Мэри Бадунс, Виталий Козловский, Графская пристань. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok